Предположительно угрожает нацбезопасность. С такой формулировкой сегодня из Молдовы депортировали российского журналиста руководителя спутник Молдова Виталия Денисова. Ему запретили въезд в страну на 10 лет. В МИДе России это назвали зачисткой информационного пространства. В Молдове уже закрыли многие русскоязычные телеканалы, не пускали в страну российских общественников и политиков. Это лишь продолжение истории. Сотрудники полиции на трапе и вид из иллюминатора. Прощальные кадры из Кишинева для российского журналиста, руководителя спутник Молдова Виталия Денисова. Сегодня утром к нему приехали сотрудники миграционной службы, посадили в машину, отвезли в аэропорт и отправили первым рейсом из страны. Вещи и домашних животных забрать не дали. В Молдову запретили въезд на 10 лет. Потом последовало объяснение, мол, Денисов, цитата, предположительно угрожает нацбезопасности Молдовы. Сам сайт «Спутник Молдова» заблокирован в стране еще с весны. И ничего нового в этом нет. Видимо, им не удалось спровоцировать Россию на разрыв раньше, когда они сокращали персонал посольства, когда они выставляли дурацкие претензии со шпионскими антеннами, когда они закрывали просто каналы. Теперь они думают, как бы уколоть Россию больнее. И это больнее как раз высылка, депортация схода руководителя известного информационного ресурса. Вопрос, что будет завтра, потому что дальше наверняка провокации будут гораздо острее. В российском МИДе депортацию журналиста прокомментировали. В Молдове идет зачистка информационного пространства, сказала Мария Захарова. Это такая же не единичная акция, а это звено в очередное, в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. Они просто, видимо, не понимают, что это такое. Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свободы журналистов. Да, писать они это уже научились. И говорить тоже. Только на практике они этим оперировать не умеют. Мария Захарова также напомнила, в Молдове закрыли шесть телеканалов. Тогда молдавский спикер сказал, цитата, «Информационное пространство стало лучше пахнуть. Некоторые были зависимы от этого запаха, но с закрытием каналов стало легче дышать». Премьер Молдовы говорил, мол, все угрозы от русских, потом поправил себя, от России. А президент Молдовы Санду заявляла тоже, цитата, «определенные люди распространяют кремлевскую ложь. Их-то и нельзя пускать в страну». Без объяснений разворачивали в аэропорту российских политологов, общественников и главу Татарстана. «Сейчас, видимо, идет зачистка. Зачистка под местные выборы, под президентские, под парламентские, потому что нынешняя власть, которая уронила людей в обнищании почти до нуля, она, конечно, другого способа укрепить свои позиции не видит, кроме как зачистки информационного поля рас и разрыва с Москвой-2». Тем временем в МИДе России заявили, ответные меры в связи с депортацией главы «Спутник Молдова» обязательно будут.